Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Республиканский бюджет на 23-й год сформирован и он на 70% социально ориентирован. Этот и другие значимые вопросы обсудили сегодня на сессии. Работа по озеленению парковых зон Черкеска продолжается. Около полусотни плодовых деревьев будут радовать жителей и гостей республиканской столицы. Как внешняя политика влияет на жизнь в регионах России, в частности на Кавказ, об этом говорили федеральные эксперты на конференции в Черкесске. Спектакль в исполнении на артистов Ногайского драматического театра для детей военнослужащих прошел в Зеленчукском районе. Сегодня в Доме правительства республики состоялось очередное 42-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Социально значимые проекты стали важной частью в принятии поправок. Альбина Ламкова расскажет подробнее. На заседании парламентариями было рассмотрено 22 вопроса. Одним из социально важных на повестке дня стала реализация проекта закона о внесении изменений использования регионального материнского капитала. Распоряжение будет реализовано путем упрощения процедуры по использованию услуги. При этих поправках, которые внес наш коллега Муслах Абалеевич, экзеков, снимаются сроки, во-первых. Во-вторых, расширяется перечень, упрощается. Можно теперь использовать для проведения газа жилые только помещения, чтобы правильно поняли, для оказания платных медицинских услуг и так далее. Еще на заседании народными депутатами был принят закон о внесении изменений о правах пациента в республике. Хасан Хубиев отметил безусловную социальную значимость в рассмотрении и реализации предлагаемых им поправок. При этом сказав, что важно, когда родитель занят только здоровьем своего ребенка, не тратя свои силы на бытовые проблемы. 1 января 2023 года при госпитализации ребенка в стационаре предусматривать спальное место для одного из родителей ребенка и питания. Или любого из членов семьи или законного представителя ребенка. Были предложены на заседании изменения закона о налоговых льготах. В этом вопросе основная разработка документов была продиктована поддержанием организации и предприятий, пострадавших в нынешних условиях. Первое у нас было предоставление освобождения от уплаты льгот для газопоставляющих организаций, которые создают свое оборудование новое, начиная с 1 января, ставят его на учет. И это оборудование участвует в догазификации. Представленные организации будут освобождены до 2025 года от уплаты налога. Компании, осуществляющие свою деятельность в телекоммуникациях, тоже к ним относятся. Также Вадим Камышан отметил, что республиканский бюджет с увеличением доходов и расходов уже сформирован. И на 70% он социально ориентирован. В нем предусмотрена индексация заработной платы и поддержание ее уровня у отдельных категорий работников в бюджетной сфере. Средняя сумма оплаты на будущий год будет составлять 25 тысяч рублей. У нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимость медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. Также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях. На заседании рассмотрели вопросы о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Закрепили за ними определенный перечень льгот. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Печальная весть. Ушел из жизни Борис Айсович Джантемиров. Врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии медицинского института. У Бориса Айсовича было много званий и регалий, но главное, он был человеком с большой буквы, настоящим профессионалом, мудрым наставником и очень порядочным человеком. Чуткий сердцем и отзывчивой душой он лечил маленьких и взрослых пациентов словом и делом, учил и воспитывал молодежь собственным примером. Глава республики Рашид Тимрезов выразил соболезнования родным и близким Бориса Джантемирова и отметил, что для всех это невосполнимая утрата. Продолжается благоустройство республиканской столицы. Сегодня в центральном парке и сквере на проспекте Ленина высадили в общей сложности около полусотни деревьев. Участие в работах по озеленению парковых зон приняли представители мэрии Черкесской и воспитанники 5-й городской гимназии. Планируется, что в ближайшее весной эти слива, вишни, очеремых, яблони и нескольких пород будут радовать своим цветением из жителей и гостей региональной столицы. В первую очередь это красота. В городе должно быть красиво, чтобы люди ходили, любовались. Ну и вообще это природа. Надо за ней ухаживать. Важно ли в какое время года сажать эти деревья? Важно. Конечно, есть определенный период, когда можно сажать деревья. Но по мнению специалистов, которые этим занимаются, дендрологи, они говорят, что сейчас очень хорошее время для посадки. И как раз эти деревья во всей красе мы уже увидим в будущей весной. А самым чистым населенным пунктом Карачаева Черкесии признан поселок Метногорский. Такое необычное экологическое соревнование, в котором приняли 11 городов и сел республики, прошло в рамках столетия региона. На втором месте село Важное, третье разделили Старокувинский и Малый Зеленчук. При определении победители учитывали общее благоустройство населенного пункта, мест массового отдыха, зеленения, количество объектов размещения, отходов и проводимых экологических просветительских мероприятий. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 15-20. Температура ночи 0-2, а днем 3-5 градусов выше нуля. Суперсейл в 585 золотой. Суперскидки до 70% на все. Много золота по суперценам. Подвеска с топазом и бриллиантом всего 3500 рублей. Успей на Суперсейл в 585 золотой. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Экономические и внешнеполитические точки роста Северного Кавказа стали темой заседания с московскими экспертами. Организовали встречу в рамках проекта Совета по внешней и оборонной политике Северный Кавказ в международном контексте «Вызовы и возможности» при поддержке аппарату полномочного представителя президента России в СКФО и фондах президентских грантов. Альбина Ламкова продолжит тему. Экспертный семинар в контексте проекта «О влиянии Северного Кавказа на российскую политику» стартовал в конце сентября. Встреча в нашей республике стала кульминационной. Ученые, политологи, специалисты в области международных отношений, лидеры общественного мнения, аспиранты провели масштабную работу о разворачивающихся изменениях на международной арене. Определили, как внешняя политика влияет на жизнь в регионах России. В частности, на Северный Кавказ. Потому как здесь опыт не только интересен, но и богат. С достаточно бурной историей. А еще регион расположен недалеко от очень важных центров. Редкий и драгоценный камень для бога Неофит стал характеристикой нашего региона одного ученого из группы московских специалистов. Это приятно. Но вдвойне, когда дают высокую оценку об уровне образованности и заинтересованности во внешнеполитических вопросах у молодежи. В каждой республике, в каждой столице мы видим разную реакцию. От чрезвычайно, скажем так, дисциплинированной в Грозном до очень оживленной и плюралистичной в Махачкале. Ну и так далее. А в Черкесске, я вчера выступал с публичной лекцией перед студентами, был, честно сказать, приятно удивлен уровнем аудитории, интересом и качеством дискуссии, вопросов. Недавно стал бывать в этом регионе. Для меня это такой неофит. Однозначно, специфика Кавказа сильно преувеличена, отмечают эксперты-международники. Участники конференции не впервые гостят на Кавказе. Каждый приезд приятно удивляет. На самом деле, на протяжении последних десятилетий проходят очень важные сдвиги. Здесь, конечно, нужно человеку суеверному стучать по дереву, но терроризм на Кавказе и в России практически исчез. Люди из Москвы, Питера, других регионов поехали на Кавказ и благодаря этому гораздо интенсивнее стало общение. «Запад и Россия. Есть ли будущее?» Эта тема была раскрыта в докладе российского философа, политолога и журналиста Бориса Межуева. Он определил ряд аспектов для полноценного существования российской цивилизации. А обсуждение глобальных внешнеполитических вопросов с коллегами служит еще одной ступенью в развитии этой темы, отметил он. Вплощение интеллектуальных сил всей, я даже не сказал страны, а всей российской цивилизации. По небольшому уже общению, которое было вчера у нас с некоторыми коллегами, стало понятно, насколько международная политика России должна быть согласована с внутренней национальной политикой. В Карачаево-Черкесии, на всем Кавказе, огромное количество разных этнических групп, насколько многие из них имеют определенную проекцию с корней в других странах, насколько все это необходимо учитывать при планировании той или иной политики. Проводимая работа в рамках проекта Совета по внешней обороне и политике на Северном Кавказе между молодыми учеными и общественными активистами в субъектах СКФО уже дает результаты. Они будут опубликованы в докладе. Его формат станет онлайн-презентацией на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Альбина Ламкова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия. Артисты Ногайского драматического театра встретились с воспитанниками образовательного учреждения «Станицы Староживой». Дети военнослужащих стали зрителями представления «День рождения кота Леопольда». За эмоциями школьников наблюдала и наша съемочная группа. Искусство как способ донести до подростков и молодежи настоящие человеческие ценности. В составе Ногайского драматического театра «Нурадин» и «Родион» приехали в гости к учащимся второй средней школы «Станицы Староживой» со спектаклем, сюжет которого как раз и акцентирует внимание зрителей на хорошем и плохом. Персонаж, известный детям по фразе «давайте жить дружно», своим примером учит окружающих становиться лучше, добрее, даже несмотря на неприятности, которые происходят вокруг. Делать добро, добром обернется, потому что если делать кому-то там в корыстных целях что-либо, да, либо на зло, то есть если сделан на зло, вернется в 3-4 раза больше зла тебе, ежели ты сделал. И то же самое, мне кажется, что… Что у тебя тут, Радик? Твой палец. Где? На лице. Вот так, говорят, нельзя делать. Вот к чему учат наш спектакль. А как распределяли роли? Вы согласны с режиссером? Вы вот достойны были сыграть мышей? Поначалу мне не нравилось. Мне не нравился тот факт, что это, ну, мне попадает в основном отрицательная роль. Из-за этого мне не понравилось. Но потом со временем, с каждым выездом, так скажем, ау, с каждым выездом, своя же роль начинает нравиться, ты начинаешь, ну, я не знаю, приживаться, что ли. Нет, ну, я считаю, знаете, как, нету такого понятия, что типа отрицательная роль, положительная роль. Все роли положительные, только у каждого, как говорится, своя правда. В конце концов, и мыши понимают, что именно они сделали неправильно. А театральное представление служит юным зрителям превосходной подсказкой. Мне очень понравился спектакль «Кот Леопольд», потому что он смешной, есть моменты, и добрый. В нашей школе обучаются дети военнослужащих. Примерно в школе около 400 детей. Последнее время, конечно, такие мероприятия проводятся редко в связи с ограничениями, поэтому это, наверное, первые после ограничений у нас такие мероприятия. Сейчас у воспитанников образовательного учреждения «Станицы-Сторожевой» снова появилась возможность участвовать в подобных представлениях. То, о чем книги могут лишь рассказывать, зрелищный вид искусства способен демонстрировать наглядно. Артур Махц, Светлана Кокова, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия, Зеленчукский район. Более 50 художественных произведений и поделок в Центральном парке Черкеска прошла выставка детских и студенческих работ. Акция посвящена гуманитарной миссии России военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины. Патриотическая тематика полюбилась подросткам и юным художникам. В свои работы они вложили свое воображение. Молодая гвардия проводит акцию в поддержку нашим военнослужащим, которые находятся на СВО. Работы, которые представлены у нас на выставке, это работы районов по нашей республике. Тематика была военно-патриотическая в поддержку наших военнослужащих. Мне очень понравилась данная выставка. Я удивлена от того, что дети такого небольшого возраста могут нарисовать такую красоту. Я считаю, что данное творчество очень полезно. Это развивает в детях их талант. Они становятся более продвинутыми. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире.